Глава третья В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Нему и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к Нему креститься, сказал им «Порождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за Мною сильнее Меня. Я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым. И огнем. Лопата Его в руке Его. И Он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал Ему в ответ «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает Его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И сей отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. И сей глаз с небес глаголющий «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».